чем могут заболеть посева на ранних этапах вегетации какой продукт препарат подобрать для защиты семян каком количестве вредные объекты вредны реально в каком случае вообще не следует данную партию использовать для посева давайте рассмотрим итак готовясь к посевной необходимо необходимым элементом подготовки посева является подбор партий как проще всего подобрать партию это провести фитоэкспертизу семян в нашей компании фитоэкспертиза проводится уже достаточно давно сейчас мой коллега григорий перешел маркетинг лабораторию давайте мы включим видео с григорием и посмотрим что нам покажет григорий подскажи пожалуйста что у тебя есть сейчас из интересных материалов да людмила спасибо что передала мне слово и мы сейчас находимся в маркетинговой лаборатории в том месте где показываем нашим клиентам демонстрируем преимущество препаратов рассказываем о сервисах фитоэкспертизе семян фитоэкспертизе почвы почвы и всем остальном и что касательно фитоэкспертизы семян хотелось бы остановиться на таком методе метод рулонов который показывает количество патогенов находящиеся на семенах патогенов достаточно большое количество это могут быть как различные плесневелые грибы так и альтернария здесь можно наблюдать розовый данном присутствие фузариоза он кстати не обязательно может быть розовым может быть и белым но как правило зачастую что-то розовенькое увидели да сразу говорим о том что фузариоз на самом деле это требует более детального обследования на предмет выявления какого-то все-таки патоген да также можем на рулонах увидеть в рулонах увидеть на побегах темно-бурую петтистность проявление такого патогена как биполярис ракениана и также различные плесневения до который ранее упомянул хоть на этом рулоне хоть на этом их очень хорошо видно по фитоэкспертизе почвы хотелось бы сказать что данный сервис тоже предоставляется фитоэкспертиза почвы помогает определить хотя давайте так начнем вот есть поля на которых условно там ничего там не растет да вот какую культуру не сей посевы выглядят но очень плохо никогда не рожают и как бы это повод для хозяйственника провести фитоэкспертизу почвы и понять может быть почва очень сильно утоплена там нет никаких грибов условно да и полезных там и патогенных соответственно очень сильное утомление почвы там как бы ничего нормально произрастать точно не будет и соответственно принять уже дальнейшие какие-то решения по пути что с этой почвой делать да какие там приемы использовать также из материалов демонстрируемых в лаборатории показываем вот такие чашки петри как предыдущий спикер говорил очень модная интересная штука в посуде до пронаблюдаем это патоген фузариум граминиарум один из самых жестких видов фузариоза которые есть в почве да вы всегда знаете что там обычно пишут фузариум спп да типа вот видов много этот фузариум граминиарум посев на питательной среде петелечкой провели и куда патоген распространяется куда растет видим что это семена обработанные обработанные препаратами которые не способны сдерживать фузариум в то же время если мы посмотрим на вот эту чашку да и увидим что сверху находится максим форты про снизу семена которые не способны семена обработанные препаратом которые патоген данные не сдерживают вот как бы так ну еще для разнообразия у нас тут есть еще чашечка где просто фузариум вот вот так он выглядит знаете смотрите я передаю слово спасибо за внимание это очень интересно действительно на благодаря рулонному методу закладки фитоэкспертизы можно действительно и воочию видеть те патогены которые находятся на семенном материале для чего еще по твоему важно фитоэкспертиза семян далее смотри фитоэкспертиза это комплекс комплексное обследование не только на патогены но и на такие немаловажные характеристики семян как энергия схожесть масса тысячи дальше уже идет патогены какая нагрузка по фузариуму какая нагрузка по альтернарии и самое главное что хозяйственник получает это заключение эксперта в котором будет написано рекомендованная норма применения препаратов которая позволит получить самое главное что нужно всем хозяйственникам каждому агроному дружные и равномерные всходы про семянную инфекцию мы поговорили но мы понимаем что есть определенная нагрузка почвенная вот я вижу на столе у тебя стоят три емкости с почвой с растениями и уровень развития растений он достаточно разный расскажи пожалуйста с чем это связано да людмила действительно очень хороший вопрос что вообще мы здесь видим три емкости с почвой которая находится в разном состоянии одни и те же семена одинаково обработаны посеянные на одну и ту же глубину в одних и тех же условиях но здесь видно что зашедших растений нормально развивающихся гораздо меньше поскольку почва очень сильно утомлена из все микрофлоры которые там находятся нам представлена в основном одним пенициллом да здесь более-менее баланс соблюден но присутствует большое количество патогенов узариум до которым я ранее немножко рассказывал когда говорил про контроль почвенной инфекции различных препаратов здесь же почва находится в оптимальном состоянии с точки зрения патогенов и патогенной нагрузки и здоровой микрофлоры она обладает достаточно высокой супрессивностью в то время как вот здесь очень низкой супрессивностью расскажи пожалуйста вот фузариоз ты говоришь на семенах есть почве есть почему все таки важно контролировать фузариоз фузариоз действительно очень серьезный патоген и большое количество поражения семян может приводить к тому что схожесть будет снижаться соответственно большое количество фузариоза в почве будет приводить к тому что даже защищенные семена там одними препаратами в любом случае этот патоген будет проникать на семена из почвы и поражать поэтому важно применять надежную хорошую защиту которая будет позволять бороться с патогенами как семенной инфекцией так и почвенной инфекцией и препараты как максим форте про и селест макс решают данную проблему спасибо григорий действительно семенная инфекция почвенная инфекция разобрались что еще вот наверное вредители давайте для этой темы пригласим андрея крис кого нашего эксперта андрей пожалуйста яровой сет вредители что можно поедать естественно насекомые вредители которые обитают в почве который перемещается по ее поверхности они тоже хотят получить часть нашего урожая и съесть какую-то часть растений самый распространенный для яровых зерновик вредители данной обложки которые начинают сразу же повреждать всхода и соответственно это еще период когда инсектицидной обработки но хотелось бы отодвинуть на более поздние фазы да и не выходить работать по шилу по всходам но опасные повреждения еще тем что они открывают ворота для эффект соответственно нанося раны нанося повреждения куда уже зайдут любые инфекции различных видов патогеновые тоже будут ослаблять растений 2023 год общая тенденция ведет к тому что это будет более ранние сроки сева скажем насколько опасно в данном случае вредители всходов если мы выходим на более ранние сроки если какие-то которые более опасно я не думаю что сами ранние сроки посева приведут к тому что вредители будут более опасны если почва прогреется до оптимального состояния для появления всходов культуры соответственно если есть кормовая база если есть условия для прорастания нашей культуры наших зерновых то соответственно и насекомые вредители проявляют активность в любом случае защитить будущие посевы от подобного рода вредителей стоит так как с одной стороны они там самостоятельно могут нанести ущерб с другой стороны как ты сказал нам могут навредить еще больше корневой гневе но зерновые выращиваются наверно для получения урожая для того чтобы откормить вредителей в посева и если вы не хотите кормить их то естественно нужно защищать посева и на самый простой вариант нанести хороший системный инсектицид на семена чтобы как я говорю с детства растение занималась реализации своего потенциала а не страдал от повреждений вредителями и не кормила фитопатоген согласна спасибо андрей григорий приглашаю тебя вернуться обратно в студию чтобы продолжить разговор по данной тематике пока григорий к нам перемещается из маркетинговой лаборатории давайте еще раз посмотрим какие собственно есть вредители геро сева да это у нас гребная полосатая обложка злаковые мухи несколько видов то собственно это основные вредители которые могут повлиять на наш будущий урожай на я снова здесь отлично как ты сейчас и показал собственно семенные инфекции почвенные с андреем поговорили о вредителях собственно все понятно осталось только понять как нам с этой проблемой бороться что делать что же делать я думаю все уже поняли что самая главная задача это защищать семена если мы говорим о таком препарате как максим фортепро по большей части это ранние посевы ранние оптимальные до сроки посевов когда мы говорим о таком препарате как селестмакс его основной фишечкой это будет контроль такого злостного патогена как пыльная головня действительно селестмакс уверенно борется против пыльной головни но при этом позволяет получить дружные равномерные всходы мы поговорили о вредителях мы поговорили о болезнях мы поговорили о решениях которые способны с этим всем делом бороться а и Субтитры создавал DimaTorzok